Новокузнецк – лидер в области по количеству выявленных случаев коронавируса. У 47 человек тесты показали положительный результат. На втором месте – Кемерово с 37 пациентами. На третьей строчке – в понедельник Междуреченск. Там 17 жителей подхватили опасную инфекцию. 16 человек заболели в Колтане, 9 – в Белове. По 6 новых случаев заражения в Киселевске, Кемеровском муниципальном округе, в Новокузнецком и Таштагольском районах. И с учётом сегодняшней статистики, 3 170 пациентов находятся на лечении. Три человека за сутки скончались. Коронавирус вызвал тяжёлую форму пневмонии. Выздоровели 5 октября 52 пациента. И это почти в 2,5 раза меньше, чем вновь выявленных случаев. Количество изолированных в регионе превышает 2740 человек. В Сибири сегодня подтвердилось более девяти сотен диагнозов. Чаще всего COVID-19 ставили жителям Кузбасса, Красноярского края и Алтайского края. А меньше всего – заболевших в Тыве. Специалисты отмечают, при ежедневном росте числа заболевших необходимо носить маски, соблюдать дистанцию и элементарные правила гигиены. Всё это позволит снизить риск заражения COVID-19 в десятки раз. Ведь основной способ передачи инфекции – воздушно-капельный. Во-первых, коронавирус передаётся аэрозольным путём. Это уже доказано. А что такое аэрозольный путь? При кашле, при чихании, даже при разговоре с микрокапельками выдыхаемого воздуха и выделяемого из рта вирусы попадают во внешнюю среду. Они могут находиться во взвешенном состоянии в воздухе довольно длительное время и могут распространяться на большие расстояния. Если при воздушно-капельном пути, как другие вирусные инфекции передаются, это 1,5-2 метра, вирусы могут распространяться на расстоянии до 7 и даже до 8 метров от источника. А источником может быть не обязательно больной человек. Это может быть просто носитель. То есть чувствует себя человек хорошо, даже не предполагает, что он болен, при этом он может заражать окружающих.